Всем привет! Меня зовут Юлия, и это мое первое видео на ютубе в формате блога. Ощущения странные, но я решила попробовать, потому что уже много лет смотрю русских ютуберов и зарубежных, и не первый раз мне в голову приходила такая идея снять что-то свое. Мне кажется, что это хороший способ высказать свое мнение, но только в том случае, если тебе действительно есть что сказать. С недавних пор я заметила, что в Рунете очень редко упоминается минимализм как образ жизни. Текстовые блоги и какие-то паблики ВКонтакте можно по пальцам пересчитать. На ютубе нет вообще ни одного русскоязычного канала, который бы рассказывал об этом. Поэтому я и решила, что раз минимализм оказал такое значительное влияние на мою жизнь и так сильно изменил ее, почему бы не рассказать об этом другим людям и не расширить свой круг единомышленников. Для начала, я думаю, стоит прояснить, что же вообще такое минимализм. Говоря простым языком, это избавление от ненужного и неважного для вас во всех аспектах и сферах вашей жизни. Меньше вещей, больше свободы, больше энергии. Но сегодня мы будем говорить не только о вещах. О минимализме, как об образе жизни, я впервые узнала осенью 2014 года. В том году я еще летом начала менять свою жизнь, менять свой круг общения, избавляться от редких привычек, стала больше читать и больше заниматься творчеством. Как раз в это время мне на глаза и попалась книга «Искусство стильной бедности» Александра фон Шомбурга. За время ее чтения мне не покидали положительные эмоции. Она написана графом, чье семейство на протяжении пяти поколений беднело. Эта книга открыла для меня много нового, несмотря на то, что о некоторых вещах я и так уже знала. Например, о том, что в масс-маркетах лучше не покупать одежду, потому как стоимость высокая, качество низкое, и такая же вещь будет еще минимум у тысячи человек. А вот одеваться в секонд-хендах — это здорово. И все-таки многое из того, о чем писал Александр фон Шомбург, было для меня неизвестным ранее. И именно эта книга толкнула меня к тому, чтобы узнать о минимализме как можно больше. Далее, после длительного поглощения информации из различных источников, я наконец-то начала действовать. И, как и любая девочка, я начала со шкафа и косметики. Все оказалось довольно просто. Ты оставляешь в гардеробе только те вещи, которые тебе по-настоящему нравятся, которые ты рад носить и которые идеально на тебе сидят. Все остальное либо выкидывается, либо отдается в детский дом. С косметикой и другими девчачьими штуками все обстояло точно так же. Разве что я просто выкидывала то, что мне не нравится. К этому моменту я уже считала окрашивание волос пустой тратой времени, так же, как и какой-либо маникюр. И еще знала хорошо свое лицо и подходящий ему макияж. Поэтому выкинуть декоративную косметику и бутыльки с лаками для ногтей для меня не составило особого труда. Жизнь становится намного проще, если по утрам не приходится гадать, какой сегодня надеть джемпер и каким карандашом накрасить глаза. Было очень приятно, когда гости и друзья замечали, насколько дома уютно, чисто и просторно. А ведь я совсем не делала генеральных уборок перед каждым мне приходом. В этом и состоит разница между обычной уборкой и минимализмом. Ты поддерживаешь этот порядок постоянно. Если покупаешь что-то новое, то укидываешь старое. Хлам совершенно не накапливается. Дома остаются только нужные и используемые вещи. Не менее важно, что к тому моменту, как дома и в личных вещах царил порядок, я достигла и гармонии внутри себя. Следуя новым привычкам первое время с усилием боли, вскоре это стало просто и незаметно для меня. Благодаря новому упрощенному взгляду на питание и спорт я легко избавилась от 16 кг лишнего веса. Благодаря правильному распределению свободного времени я с легкостью продвинула себя в качестве фотографа-фрилансера, начала заниматься иллюстрацией, вести свой паблик и навела порядок во всех соцсетях. И что самое главное, именно минимализм помог нам с мужем за 3-4 месяца накопить деньги на переезд из Сибири в город на Неве. Дело не в том, что мы во всем себе отказывали. Это было совсем не так. 2015 год был насыщенным разными путешествиями и тратами, просто у нас была цель и правильно расставлены приоритеты. Поверьте, без ежемесячных покупок в горы ненужного барахла ваше финансовое положение значительно улучшится. Думаю, для первого видео я вам рассказала довольно много. В конце хочу сказать спасибо ресурсам, которые вдохновляли меня и давали новые знания о минимализме. Ссылки на меня будут внизу в описании. Спасибо вам за просмотр и надеюсь еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!